Есть, какая известная поговорка, наглость – второе счастье. Представители многострадального народа полностью опровергают данное выражение каждый раз своими речами и действиями доказывая, что для них наглость является приоритетом. Несмотря на то, что со дня 107-й годовщины грандиозной мистификации, а именно так называемого геноцида армян, минуло пять дней, отголоски исторического фарса слышны до сих пор. В Турции есть такой депутат Великого национального собрания страны, избранный от прокурдской демократической партии народов, этнический армянин Гара Пайлан. В 2015 году он стал одним из трех депутатов армянского происхождения парламента Турции – Селиной Даган и Маркаром Ясаяном. Гара Пайлан как истинный потомок армянских изменников родины, поднявших мятеж, в годы Первой мировой войны в Османской империи продолжает их преступное дело. Каждый раз в преддверии сакральной даты геноцида армян Пайлан пытается в парламенте пропихнуть пресловутый законопроект. Так, 21 апреля 2016 года на очередном заседании парламента Турции он поочередно поднял вверх фотографии всех османских законодателей армян, предавших свою страну. Зачитал вслух их имена. А в конце речи на армянском языке произнес «Да благословит Господь их души». Эта выходка новоиспеченного депутата сошла ему с рук и с тех пор при каждом и неудобном случае Пайлан продолжает седлать геноцидального конька. Произошло это и в этом году. 24 апреля он пытался внести законопроект о признании геноцида армян 1915 года в Османской империи. Естественно, турецкий парламент отверг предательский законопроект, оставив Пайлан в дураках. Но этим дело не ограничилось. Турецкие политики, чья чаша терпения переполнилась от безнаказанной наглости Пайлана, выступили с заявлениями. Председатель партии националистического движения Девлет Бахчелли заявил следующее. Предательство есть предательство. Либо он должен заявить, что это не его меджлиз, либо меджлиз сделает необходимое и выставит его. Ранее свое отношение к законопроекту высказал президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган. Он сказал, что в парламенте страны не место депутату от прокурдской партии, который внес на его рассмотрение законопроект о признании геноцида армян. Гара наступает на те же грабли, что и его предки. Правда, времена изменились, на территории Турции не идет война, но это вовсе не значит, что Пайлан может каждый раз выступать с оскорбительными речами и инициативами, направленными против турецкого государства. Примечательно, что Пайлан в свое время неуважительно отзывался о президенте страны. Но несмотря на авторитаризм в Турции, Гара все еще на свободе, мало того, является депутатом. Хотя только за пресловутый законопроект о признании геноцида армян, он заслуживает холодного душа в виде тюремного заключения. Свобода слова, прав человека, атрибуты демократии. Но не следует забывать, что все имеет свою меру. И заступая за красные линии, легко можно скатиться в бездну предательства. У Гара это получилось. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.